Это проезжая часть на придомовой территории по адресу Попова 96. По словам местных жителей, яма на яме здесь уже не первый год. Вот, например, для того, чтобы измерить ширину или длину этой, не хватит моего роста. Ежедневно здесь проезжают десятки машин. Когда в последний раз ремонтировали дорогу, люди уже не помнят. Неподалеку, по словам местных, строили многоэтажку, а этим путем пользовалась спецтехника. Однако теперь дом сдан, проезд не нужен, значит, ремонтировать нет необходимости. Тяжелые машины, да, грузовые, они проезжали. И вот это разбито, я вот все долго думала, где бы мне какие контакты найти, куда позвонить. Сама вожу машину, муж, тут невозможно проезжать вообще. В дождливую погоду здесь просто болото. То есть не пройти, не проехать. Нет, никто ничего не делает. Так, вот я по делу с другом так бывает, кирпичей подложим и все, никто больше ничего не делает. Ой, ремонтировали, так не помню в каком году, так латки залатали и все. И на этом закончили. Ну, денег нет. Денег, походу, нет. Не только местные жители, но и мимо проезжающие водители жаловались на этот участок дороги в соцсетях неоднократно. Просто аж невозможно. Приблизительно проваливается автомобиль вот так вот. После дождя здесь настоящая Венеция, поэтому страдают не только водители. Мамы с колясками, пенсионеры лавируют между лужами. Пешеходной дорожки тут нет, а газон, по которому можно обойти, занят машинами. В управляющей компании о проблеме знают, правда в обязанности УК пояснили нам, устранение ям не входит. Кто-то там жалуется, что там и дорога. Я понимаю, что да, дорога в не очень хорошем состоянии, там яма. Ямы есть. Им нужно принять решение, за какие средства отремонтировать их дорогу. Они за свои средства не хочут, а хочут за федеральные, там, краевые, региональные. Вот городская среда идет, дворовые территории ремонтируют. Кто должен ремонтировать эту дорогу? За разъяснением мы обратились к эксперту. Дворовая территория не является собственностью муниципалитета, она принадлежит собственникам жилья. А значит, ремонтировать придется самим людям. На этот случай государство предлагает помощь. Правда, при условии, если сначала скинутся сами жильцы. Государство пошло на поддержку таких инициатив. Создало программу по улучшению условий и городской среды. И, соответственно, собственники помещения многоквартирного дома могут поучаствовать в такой программе. Они должны еще предусмотреть размер софинансирования. Этот размер у нас в Барнауле должен составлять от 40 до 50%. Вот это время, которое ляжет в том числе и на жителей. А эту проезжую часть на Георгиево даже дорогой назвать сложно. Состоит она из Выбоин, Ям и Колдобин. Неподалеку детский сад, стоматологическая поликлиника, больница и подстанция скорой медицинской помощи. Олег работает водителем неотложки четвертый год. Каждый день экипаж проезжает по этому пути десятки раз. По словам мужчины, за это время дорогу ни разу не делали. А там вот именно на этом повороте нас едет, тут часто там какие-то жалкие 20 метров, и никому до них не дело. То есть очень много машин ездит. Ну, как бы давно надо было это сделать уже. Очень давно тут разбито все. Ямы и лужи не очень это удобно. Нехорошая дорога вообще. Когда займутся восстановлением участка, который в ведении администрации индустриального района, нам так и не разъяснили. Но люди и сотрудники социальных учреждений убедительно просят властей района и города отремонтировать данный участок. Говорят, что устали добираться до дома и работы по убитой в хлам дороге. Мария Микшута, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.